Легендарный 7-й Ленинградской симфонии Дмитрия Шестаковича открывается патриотическая акция, посвященная 80-летию со дня полного освобождения северной столицы от фашистской блокады. Произведение, законченное мэтром в Куйбышеве, символизирует несломленный дух жителей блокадного города. Среди них была и Людмила Кулагина. Сегодня за вклад в развитие ветеранского движения она получает почетный знак из рук губернатора. Женщина рассказывает, что была совсем маленькой и помнит о тех временах очень мало. И долго не обсуждала с родителями то тяжелое время. Но сейчас уверена, забывать об этом нельзя. Я ничего не помню, я была маленькой, а родители ничего не рассказывали. В то время, когда мы жили в Ленинграде, этот вопрос никогда не обсуждался. Только когда я приехала со взрослым сыном, поехали по дороге жизни, вот тогда папа немножко, чуть чуть рассказал. Награждали на сцене и тех, кто сегодня защищает родину, выполняя задачи специальной военной операции. Бойцы, которые отдают все свои силы, чтобы таких тяжелых дней больше не было в истории страны, получили медали Министерства обороны и Самарской области. Они прошли очень тернистый, тяжелый путь. И сегодняшняя дата говорит нам о многом, заставляет нас еще раз вспомнить и не забывать те моменты, которые прожили наши родные, близкие, знакомые. Награды вручал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поздравил всех с этим знаменательным днем воинской славы России. Напомнил о подвиге ленинградцев. Город в тяжелейших условиях находился 872 дня, но не сдавался. Жители продолжали работать и производить около 150 единиц военной продукции. В эти дни по всему региону проходят классные часы в школах, областные общественные акции и возложение цветов. Всего в Самарской области проживает 145 человек, награжденных медалью за оборону Ленинграда или знаком жителю блокадного Ленинграда. Я уверен, что мы сделаем все, что зависит от нас, чтобы никогда этот подвиг, эта славная и трагическая история не была забыта. Я хочу и желаю крепкого здоровья нашим ветеранам, носителям этих знаний, этих переживаний, живой истории нашей страны. Но уверен, что каждый из нас сделает все, чтобы передать эти знания, эту священную память и новым и новым поколениям россиян. Завершилась патриотическая акция торжественным концертом со сцены для гостей, среди которых были военнослужащие и их семьи, участники ветеранских организаций и волонтерских движений, а также школьники прозвучали военные песни разных лет. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова